Что нельзя говорить детям? Они все равно все слышат, даже то, что им нельзя. У них очень много вопросов. Было кафе, дома оранжевые коровы. Я там обедала. Пили компот. Писал там для фильма, фильм-фильм-фильм, музыку. Чтобы у него был прежде всего зритель. Гаджет, он нам настолько освободил время, что жизни не стало. Мы запустим, но сначала надо запустить Ростоквашина. Я такая, ой. О, да, Эврика получили в какой-то степени даже благословение от того же хитрука. Здравствуйте, с вами премия на благо мира. Меня зовут Марьяна Власова. И сегодня в гостях у нас Алена Аятьева. Это креативный продюсер, сценарист, режиссер, союз мультфильма. Алена, здравствуйте. Здравствуйте, Марьяна. Очень приятно, спасибо, что пригласили. Это песни из сериала «Оранжевая корова», которые запустили мы в производство два с половиной года назад на студии «Союзмультфильм». Александр Сергеевич к нам присоединился к проекту. Мы ему показали пилотную серию. То есть это не было там как-то на пальцах. У нас было что показать, материал. И он вообще очень, ну не то что любит он, по-моему, без работы вообще не находится при своем возрасте. Почему нет? Потому что у него есть опыт работы, ну не то что огромный. Он писал там для фильма «Фильм-фильм-фильм» музыку с Крылатовым. То есть он знает, что такое анимация, прекрасно. И мы его пригласили. Показали проект, детский проект для детей, для дошкольного возраста, развлекательный, воспитательный. И в общем все, что сейчас требует и просит рынок и телевидение в данном случае. Он согласился любезно, ему все очень понравилось. И вот мы начали работу. На сегодняшний день уже сделано больше 52 серий, то есть сезон. И около шести песен на музыку Александра Сергеевича уже написано. И она звучит в сериях этого сериала. Но вы, конечно, помните о том, что сериалы, некоторые серии даже были номинантами нашей премии. Да, 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 были и номинантами, и не только. Вообще пилотная серия была сделана в 2011 году или 2011 году. Как раз в год основания премии, между прочим. Да, вот видите, и мы ездили по профессиональным фестивалям, представляли этот фильм как фильм для детей. Происхождение этой истории следующее. Да, расскажите. Мои знакомые пригласили сначала проконсультироваться, провести беседу с руководством и компанией «Мир детства». Это детская компания, которая уже давно существует. У них очень большой такой холдинг был на тот момент, был 2009 год. Они очень интересны, у них подход вот на тот момент был очень привлекательным. И не только для товара для детей, там у них было литературное издательство. Они выпускали литературу для детей, переводная литература скандинавских писателей, это было очень любопытно. Там были книги такого формата non-fiction, с которыми еще только-только начинал знакомиться наш маленький читатель и его родители. В общем, очень много было всего привлекательного. И поступил такой вот вопрос прямой. Мы бы хотели, чтобы вы нам предложили, придумали героев, персонажей, историю с ними, которая бы могла стать брендом, трендом и все, что приводит людей из бизнеса к монетизации своего бизнеса. Вот так, скажем, да? То есть, с русского на русский, если перевести это, сделать один большой длинный рекламный ролик. Для товаров, которые покупают родители для детей. Это не только игрушки, это просто необходимые товары для ребенка от нуля до шести. Это вот их сегмент был. Это все, это коммерческий, так скажем, подход, но разговаривая с заказчиком, они, правда, я еще раз подчеркну, показались людьми очень, так сказать, неповерхностными. Они были не про только заработать, да, как бизнесмены. Они были про то, чтобы действительно этот проект зазвучал, чтобы он понравился детям, чтобы у него был прежде всего зритель, да, чтобы ему там было воспитательное, назидательное и развлекательное. Все затронуты. То есть нравственные какие-то были тоже мотивы? Да, не то самое, очень даже, потому что на территории этого большого холдинга на тот момент был даже такой институт современного детства. Мы консультировались у психологов детских. Получали информацию различную, интересную, на которой мы основывали и сюжет, и строили вообще конструкцию подхода к тому, как маленькому зрителю рассказать, кто он, где он, что его интересует, ответить на его вопросы. И, в общем, провести какую-то очень необходимую работу для того, чтобы зритель действительно ждал из серии в серии. Это же тоже, в общем-то, нужно изучить этих детей. Ален, я знаю, что там была какая-то очень смешная история по поводу того, как все-таки в итоге родилось. Я вот просто рассказала, что такой был запрос, такой очень приятный разговор на территории этой компании в Ого-городе, в центре. Было кафе, дом «Оранжевая корова». Я там обедала. Пили компот. Ну, просто обедала, когда был обед. Там были стены кафе и весь сам интерьер. Он был очень симпатичный, забавный. В оранжевом цвете, с коровой. В корове были двое телят они. Да, очень яркие такие образы. Очень приятная графика. Это была работа художника, на тот момент, по-моему, еще студентки, сейчас уже очень известного режиссера, Лизы Скворцовой. И она, как иллюстратор, вот предложила, ей это понравилось, компания, и они нанесли. Я сидела, говорю, ребята, вот видите, у вас персонажи, вы же их любите, вы их приняли. Вот надо с ними делать. Но единственное, что они, конечно, для анимации совершенно не подходят. Их нужно просто... Надуть. Доработать. Ну, не то, что надуть, но там есть свои законы. О, да, Эврика, в общем, давайте-ка нам рассказывайте, что мы хотим. Началась работа просто команды. Команда девелопмента, предпродакшен называется. Режиссер, продюсер, сценарист, художник. Вот, собственно говоря, четвером мы сели, пятером. И началась эта работа. А как на союзе мультфильм пришло? Да, это было, значит, вот в 2011 году или в 2012 мы ее закончили. Ну, то, чем было давно. Появилась пилотная серия. Поехали с ней на фестивале. Она всем была интересна, приятна и так далее и тому подобное. В общем, собирала положительные отзывы. Потом мы говорим, ну что, продолжать будем, не будем? Да, конечно, будем. Конечно, будем. И тут случается такая история, что, в общем, эта компания... Да, да, просто произошел кризис. И было не до... Все-таки анимация – это дорогое вложение. Конечно, конечно. И это долго и дорого, с одной стороны. Ну, то есть вот прям всегда, да, то есть технологии, и не просто потому, что специалисты... То есть вам сказали, красный цвет, дороги нет. Ребят, вот мы с вами, как говорится, куда угодно, да. Но, к сожалению, вот сейчас вот такие проблемы, они нас не пускают дальше. Прекрасное, так сказать, будущее производства, анимационное. Ну что ж, мы, как говорится, распрощались прекрасно и подружились. На дружеской очень приятной ноте мы расстались. Потом был такой момент, что очень жалко был этот проект. Еще бы столько сил-то вложили. Да, потом просто у меня такой был контраст. Я пошла работать на канал дважды два. Подвела собственного производства, там тоже нужно было запустить производство. сериалов для взрослых. Эко вас помотало-то. Ну, так, собственно говоря, инструмент один и тот же, то есть анимация, анимация вот для взрослых, вот для детей, ну что. Ну да. Кстати, вот интересно, анимация для взрослых, анимация для детей, но все-таки разница-то есть, наверное? Обязательно. Да? Ну, конечно. Какая разница-то? Ну, 6 плюс или 18 плюс разговора, тема разговора, да, то есть вот это вот само... Что нельзя говорить детям? Ну, что им нельзя говорить? Они все равно все слышат. Даже то, что им нельзя говорить. То есть можно все говорить? Давайте будем говорить и все. Давайте впрямую нет, ну, просто они должны пройти какой-то определенный временной участок, для того, чтобы иметь на это понимание, употреблять все, что в их возрасте не рекомендуется, понимаете? То есть, ну как, в 6 лет, там, не знаю, в 7, на те спички, например, там, или еще что-то. Ну да, вот какие-то такие вещи, они не то, что табуированы, но это никто не позволит, дело даже не в анимации, да? То есть есть просто какой-то определенный здравый смысл и не более того, то есть об этом, наверное, зерно в этом. Так вот, я вернусь к «Оранжевой коровы». К истории «Оранжевой коровы». Ну и все, все разошлись по своим делам, работам, задачам. В итоге мы пришли с Леной Черновой, моей коллегой, с которой мы, собственно говоря, проект запускали в компании «Мир детства». Звездный мультфильм. Мы показали руководству, рассказали, ребята, давайте вот запустим вот такой проект. Это вот так любопытно, интересно. И получили в какой-то степени даже благословение от того же «Хит рука», который был еще жив, Федор Савельевич, он посмотрел, он говорит, обязательно, девочки, делайте мультфильмы для детей, для малышей. То есть не для детей, просто для малышей. А почему это так важно, именно для малышей? Ну, потому что у них очень много вопросов, как у любого ребенка в любые времена. А родители на сегодняшний день... Не умеют отвечать на вопрос? Нет, они просто заняты. А, не заняты? Нет. Время нет. Вот гаджет, он нам настолько освободил время, что жизни не стало. Это правильная мысль. Мне нравится. Это не мысль, это факт, и от этого... Это, опять-таки, это вообще тоже еще один разговор. Да, в принципе, люди вместе, вот семья, мам, папа, дети, бабушки, дедушки, бабушки, дедушки. И то очень уже многие гаджеты зависимы. Это очень удобно. Но у этого мы уходим от, в общем, реальности. Опять мы не договорились на союзмультфильме, там были свои какие-то проблемы, наверное. Ну, не потому что там кто-то капризничал, еще просто не было такой возможности. В семнадцатом году, буквально недавно, ко мне старая коллега моя по дважды два звонит и говорит, «Ален, есть разговор? Что за разговор? Про анимацию. Ну, давайте попробуем. А что вы хотите? Мы перезапускаем студию союзмультфильм, там будет коммерческое производство. И вот есть ли у тебя что-то сказать по этому поводу и предложить? Да. Звездный час практически, да? Проект, и тут же хозяина принадлежат, на тот момент принадлежали права оранжевые коровы. Я их свела, познакомила, они с удовольствием договорились, и все, собственно говоря, оказалось на территории союзмультфильма. И тут оно пошло, паровоз поехал. И тут оно пошло, и тут оно поехало. Я с удовольствием. Но там тоже такое было, чтобы условия, но... Вы сейчас все тайны раскроете, Ален. Да, ну какие тайны? Нет, какой-нибудь... Да, мы запустим, но, говорит, сначала надо запустить простоквашину. Я такая, ой. А что хотелось создать? Компания «Данон». Когда-то там вот пришла на рынок российский, и вот это вот было «Данон». Ага, да, я помню. Это такой был вкусненький, это 90-е. Торговая компания молочной продукции, которая... Простоквашина. Два года или три года назад. Два уже, сейчас не буду брать. Вспомнил 100 лет. 100. Красиво. Красиво, конечно. Век, да. Они на тот момент, возвращаясь в 90-е немножко, они на рынке вот как-то зашли в Россию, да, в 90-х, и потом что-то такое, как бы, стали опускаться. Ну, в общем, какой-то у них пике пошло, да. Думали, 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 что, ну, как бы, уходить с рынка. Кто-то там, очень умный. Говорит, надо взять мордочку Матроскина, слово «простоквашина» и, в общем, поставить на продукцию. Продукт пошел, все пили, ели. Ну, собственно, да. До сих пор все. Все, да, да, то есть «простоквашина» жил. И вот там пришли новые руководители, сменилось, сказать, руководство студии, и они говорят, так, ребята, у нас тут, ну, лицензиями стали смотреть, ну, что, в общем, лицензии на бренды, на изображения, на студии много. И авторов тоже на неживущих много, дай бог им здоровья, кто, собственно говоря, это все создал и еще живет, да. И вот получилось так, что можно было этой коллекцией, я так понимаю, пользоваться на определенных условиях. Увидели, что был ли неправильно, по-моему, оформлен документ или что-то в этом роде. В общем, говорят, ребят, ну, как бы вы или перекупаете, там, докупаете, и мы, ради бога, пользуетесь там, да, просто это будет стоить там определенную какую-то сумму. Они говорят, о, да, ну, вот давайте мы вам профинансируем, ну, вы сделаете еще 30 серий. Они говорят, ну, да, потому что на эти деньги, которые Данон заплатил, это полмиллиарда рублей, вот, то эти деньги не были запущены только на простоквашино. Это запуск студии, это стулья, это компьютеры, это вообще все, что там есть, да, это было, в общем-то, такой вот стартап, сильный стартап студии, для того, чтобы появились рабочие места. Ну, это очень круто, да. Да, рабочие места, чтобы молодежь, которая учится, имела просто возможность попрактиковаться, конечно. То, что попрактиковаться, а остаться в профессии, да. Но, прежде всего, «Союзмульфильм» – это еще и авторское кино, потому что это кузница реального тех кадров, которые это все, собственно говоря, и делают потом, в итоге. Ну, это вообще история, на самом деле, «Союзмульфильм». И вот, собственно говоря, закрутилось это, это нужно было начинать делать, иначе, собственно говоря, даже в эту оранжевую корову, ну, ничего было бы вкладывать. Но вот этот вот такой, как сказать, такое условие было, но все равно оно было приятное, понятное. И мы согласились, мы запустили «Простоквашино», и, собственно, потом следом пошла корова. Есть кино, есть телевидение. Конечно. Они так или иначе могут транслировать одну и ту же информацию, связанную с искусством. Театр – это точно искусство, да, кино – это тоже искусство. Телевидение – это искусство, но оно показывает нам его. О чем здесь, вот, собственно говоря, вопрос? Дело в том, что анимация как искусство, как вид искусства, не имеет, ну, оно имеет отношение к понятию коммерческой анимации, индустрии, да. Но назвать это, понимаете, искусство, вот такое вот профессиональное, авторское андеграунд, да, это искусство профессионала к профессионалу. А мы говорим о зрительском кино. И, конечно же, если говорить лично обо мне, мне очень некомфортно бывает в собственном цеху среди своих же коллег, который занимается только авторским кино. Я тоже занималась авторским кино. Я делала дипломную работу, я делала дебютный фильм, авторский свой, да. Но, собственно, вы посещаете... Моя жизнь так сложилась, что я не могла себе позволить долго находиться в авторском и андеграундном состоянии. Мне очень хочется делать тоже свое кино, но у меня нет такой возможности. И я пошла на территорию кино зрительского, так скажем, попса. Вот она нужна, вот у нее есть запрос, понимаете. А в чем запрос попсы? Это, смотрите, зритель, который... Хорошо, такой момент, приведу пример. Что мы производим? Лекарь лечит, пекарь печет хлеб. Да. Фармацевт делает лекарства и так далее. Сапожник, сапоги. Что делаем мы? Что мы создаем? Что мы создаем эмоцию. Эмоцию. Положительную, отрицательную, неважно какую. Профессиональное, не то, что профессиональное, кино... Андеграундное, да, кино... Тоже плохое слово. Арт-хаусное, авторское, просто авторское высказывание, да, его будут смотреть, собственно говоря, профессионалы. Профессионалы. Избранные, да, скажем. Избранная, определенная публика, это сегмент, всегда сегмент. Зритель массовый, ему нужно зрелище, ему нужна вот эта эмоция легкая, он хочет отдохнуть. Он хочет абсолютно... Абсолютно... Если это ребенок, то он хочет доступным, на понятном его языке получить информацию. А не принижаем мы вот таким подходом уровень того самого зрителя? А это уже, знаете, это вот смотря, как к этому относиться, да, смотря, как это показывать, вот в чем все дело. Смотрите, тот же самый простоквашина, все ругали и ругают, вот что это такое за безобразие. Значит, дело вот что. Вот сегодняшний... Я всегда успокаивала себя, и все, кто трудился, мои коллеги чудесные на этом проекте, мы как бы как-то так вот взяли и определились, нам надо сделать дело, да, то есть сделать. Мы думаем, это покажет зритель. Вот мы через зрителя поймем, получилось или нет. Что мы в итоге видим? Дело в том, что наш зритель, он не умеет читать, писать, и уж тем более что-то комментировать в соцсетях. Ну, не умеет. Малыш, конечно. Да, ответ прост. Меня интересовали они. Что вы сделали? Вы привели кучу деток и посадили... Вы знаете, не надо никого их приводить, просто через какое-то количество серий. Ты видишь, просмотрел, просто говорю, да, а что там с Тамой-Тамой? А что... То есть, как она, откуда она, что с ней? Отвечали? Нет, они у нас спрашивают, как там Тама-Тама. А-а-а, конечно. Что вы с ней будете сделать? Интересуются. То есть, они в сюжете, они в проект, они в, собственно говоря, в истории. В ней разбирается, не нравится, переключите. Но то, о чем мы говорим, да, вот... А вы же там о какой-то зависимости компьютерной тоже, по-моему, разговариваете, да, периодически? Поднимаются такие темы. Какой... Нет, ну, во-первых, мы... Вы там много всяких разных полезных тем. Ну, понятно, у нас там у Шарика есть блок, да, то есть дядя Федор, он с сестрой живет, он учится там удаленно, так скажем, да. Мы... у нас были рамки, у нас были законы, да, у этого, у этой всей истории. Очень много всегда было вопросов, почему Веру Павловну зовут Веру Павловну, а не Вера Дмитриевна, потому что вот в книгах у Эдуарда Николаевича Успенского папа Дмитрий, а мама Рима. Ну, тоже, опять-таки, простой вопрос, ответ. Ну, просто потому что мы отталкиваемся, наш документ, это кинопроизведение, кино, мультфильм. В мультфильме маму и папу зовут мама и папа. У них нет ни имени. Ни отчество, ничего. И если говорить, а вот литература, первоисточник, да, это, как говорится, Библия, с одной стороны, но приняли кинопроизведение. Когда мы пришли делать то же самое про Стоквашино, я просто, я прекрасно понимала, сколько будет недовольства, токсичности. То есть вы понимали, это очень важно. Конечно, но я чётко знала, что там, где мы будем находиться, это будет интересно, весело, честно и с любовью. Вот с такой, какая она есть. Кому нужно присоединиться, а кому нет, сейчас не три кнопки. Ну да, пересчёлкивать быстрее и пультом. Да, сейчас не три, не три кнопки. Поэтому это такая незамысловатая тоже формула, но мы не уговаривали себя и друг друга, чтобы это просто очень естественно и органично. Алёна, скажите, а в чём для вас секрет хорошего мультфильма, доброго мультфильма? Какие составляющие, вот какими чертами должен он обладать, что в нём должно быть? В мультфильме или в том? В мультфильме. Вообще вот в хорошем, добром мультфильме. Что туда нужно положить, чтобы он был таким? Ну, мне кажется, что человек, который создаёт его, да, даже если он очень сложный, сложно сочинённые есть люди, да, вот как говорят, если вам нравится произведение, литература, кино, театр, неважно, да, постарайтесь не знакомиться близко с авторами. Потому что, как правило, они люди очень сложные и порой иногда очень неприятные. Но природа, её же не обманешь. В любом самом-самом-самом неприятном человеке есть природа, а природа прекрасна. Это не обмануть. И вот мне кажется, что вот тоже вот как-то формулировать такие вещи не хочется умно, а хочется их упростить. Потому что анимационный язык – это язык гротеска, очень такой внятности, выпуклости. И там ничего не скрыть. Там не скрыть. Ну, всё на ладони, потому что, да. И даже говоришь о чём-то плохом, прям так ярко. Говоришь о чём-то хорошем и тоже душ. Солнце светит сразу. Тёпленький, да, сразу. Вот такая какая-то система. Во всяком случае, мы… Растрогали. Да, ну, Господь с вами. Ален, давайте порекомендуем от вас какие-то три мультфильма в «Нашу сокровищницу доброго искусства». Ой, я такая… Давайте. Доброе. Давайте. Я точно знаю, что там что-то есть в вашем арсенале, что-то рыжего цвета. Оранжевая корова, конечно. Это понятно. Да. Это у нас есть. А рыжий такой с пропеллером. Да, да. Я в детстве очень любила «Карлсон». Вообще, вот мой любимый мультфильм – это «Малыш Карлсон». Что вы там находили? Ну, потому что друга, друга провокатора, друга свободного человека. Это про свободу. За что мы любим, опять-таки, простоквашины? За то, что мальчика был выбором, был самостоятельным. Он взял и поступил. Дядя Федор. Да, и он назначил искренне, честно себе друзей и уехал с ними. Потому что он хотел воздуха, он хотел свободы. Вообще, русская анимация, классическая, советская анимация – это про свободу. Вот то, чем бы про это надо не забывать. Надо говорить об этом. «Карлсон» для меня – это свобода. Вот, в общем, это свобода для меня. И про певель еще есть. Да, и с ним можно в любую точку переместиться. Куда хочешь, туда и летишь. И озорничать, можно попробовать все то, что нельзя. И в любых количествах. Да, это не восемь свечек и один торт, а восемь тортов и одна свечка. Поэтому тут вот все про желания, может быть, даже неосуществимые. Но они детские. И третий мультик. А какие я назвала? Оранжевую корову назвали, да. Нет, я про свое детство. Ну да, вот у меня топ, так скажем, Винни-Пух, конечно же, да. Хитруковский. Да, Хитруковский, Винни-Пух. Он прекрасен. Я думаю, что с вами многие согласятся. А не, ну как... Он пришел ко мне как искусство позже. Не когда я была ребенком. Да, то есть вот когда я была ребенком, я завораживалась, да. Но мне было вот не ухватить там того смысла, который я сейчас понимаю. Который как ДНК тоже в нас существует. А что тогда нравилось? Большой ух. Нет, я еще любила по Григорию Остеру кукольный такой мультфильм про Ушастика и его друзей. Помните, там такие тексты абсурдные были. Они мне очень нравились, когда такой Ушастик приходил, рассказывал, и мы с курицей побежали. И у них такое выражение лица было всегда очень... Как сказать, они присутствовали, но они не присутствовали. И говорили какой-то такой сейчас этот стиль очень моден, литературный, нон-фикшн такой. Вот просто без привязок каких-то. Это было ужасно смешно. И, собственно говоря, это вот когда что-то сказано, идет какая-то тема, идет разговор. И какой-то из детей что-то предлагает вразрез не на эту тему, а про что-то другое. Все на него так оборачивается. Для меня вот это Ушастикова друзья, как вот вредные советы, но только там про юмор и разговор абсурда. То есть простота доведена до абсурда. И это всегда тоже, мне кажется, очень воспитывает и такой правильный вектор для деток. Зерно такое. Да, да еще сейчас посмотреть даже его после сложного трудового дня так очень, мне кажется. Супер. Давайте на этой прекрасной дате, позитивной. Мне кажется, мы с вами уже много о чем поговорили. И я рада, что вы к нам приехали в гости. Спасибо большое. Мы прощаемся с нашими зрителями. Всем пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok